За несколько дней до этого матча динамовцы получили серьезный подарок. Региональным правительством при поддержке депутатов Абрянской областной думы было принято решение выделить дополнительно 25 миллионов рублей на содержание главной футбольной команды области. Так что на этот матч сине-белые выходили в приподнятом настроении. Добавляло мотивации и желание игроков реабилитироваться перед болельщиками за досадную осечку в Новомосковске. Игры с дублирующими составами, в данном случае Химок, самые непредсказуемые. Игроки таких команд не зацикливаются на результате. Для них гораздо важнее впечатлить тренерский штаб. Поэтому опасности можно ждать от кого угодно и на любом участке поля. Правда, подопечным Александра Горбачева достаточно быстро удалось поставить дерзких дублеров на место. Из середины первого тайма игра пошла по сценарию «Динамо». Правда, до реальной остроты у ворот подмосковной команды доходило редко. Начало второго тайма для «Динамо» получилось и вовсе обескураживающим. На 52-й минуте на ровном месте красную карточку получает Цуканов. Но, как ни странно, «Синебелые», оставшись в меньшинстве, не закрылись, а стали действовать еще активнее. Моментов, созданных «Динамо» во втором тайме, с лихвой хватило бы на пару матчей. Но мяч упорно не шел в ворота, заставляя заметно нервничать болельщиков. И все же «Синебелые» дожали соперника. Под занавес встречи затяжную атаку «Динамо» мощным ударом завершил Укомский. Динамовцы сохранили за собой первую строчку в таблице и в следующем туре на выезде сыграют с футбольным клубом «Рязань». Дмитрий Кузнецов, Сергей Дюков. События. Брянск.